Почему люди худеют на марафонах с 5-разовым питанием? Почему нам так просто сбросить 5 килограмм, когда мы занимаемся по программе с диетологом? Мы не будем сегодня говорить о том, удерживается ли этот вес, мы говорим о том, реально ли похудеть на 5 килограмм за неделю на 5-разовом питании. Реально. И все ли дело в том, что мы так называемо раскачиваем обмен веществ? Или секрет в чем-то другом, о чем нам так активно не говорят? С вами Наталья Ключникова, я доктор и психотерапевт. Сегодня мы разберемся в нюансах диеты, полностью сбалансированной, красивой, на которой вы похудеете. Но, может быть, не стоит себя истязать тем, что там показано. Может быть, можно подойти к этому процессу творчески и похудеть все равно. Мы берем любого диетолога. Я взяла и купила диету у очень известного блогера. Это стоит недорого. На ней сидят тысячи людей. И это очень хорошо работает. И я начала разбираться, а что же там такого, как люди умудряются похудеть на 5 килограмм за неделю. Они же едят 5 раз в день. Неужели все дело в том, что у них разгоняется обмен веществ так, как там объясняется? Давайте мы с вами будем серьезнее анализировать с точки зрения медицины. Мы же с вами знаем, что существует гормон инсулин. Мы же с вами знаем, что существуют люди компульсивные к перееданию. Мы же знаем с вами, что существуют люди, которые просто реально много едят. И мы опять-таки с вами знаем тех, кто питается фастфудом. Или питается сплошными тортиками и сахарами. И потом не знает, откуда у него лишний вес. Итак, мы рассматриваем с вами диету. Мы берем и на завтрак нам что предлагают? Нам предлагают яйцо и овощи. Мы можем сделать шакшушу. Мы можем отварить яйцо. Мы можем сделать яйца Бенедикт. Мы можем взять руколу. Мы можем авокадо. Даже при желании кусочек семги. И все это так красивенько. И даже хлебец. Но там нет ничего такого, во-первых, чтобы подняла ваш инсулин. Во-вторых, мы опять-таки говорим о том, что здесь не было сахара. Здесь не было молока в вашем кофе. А вообще вам порекомендовали выпить чаек. И тут не было куска белого хлеба или овсянки быстрого приготовления. Или мюсли, к которым вы привыкли. Которые инсулин ваш поднимут до небес. И таким образом начнут ваш сегодняшний день с того, что инсулиновые качели начнут распихивать любые кусочки глюкозы в ваши жировые депо. То есть, по идее, в этом питании вы вкусно поели. Но инсулин не подняли. После этого вам говорят, что через 2-3 часа обязательно сделайте перекус. И в качестве перекуса вам предлагают несоленые полезные орешки. В которых огромное количество омега-3 и 6 жирных кислот, которые опять-таки надолго нас насыщают, отбивают желание к другим перекусам. И в то же время они опять-таки не вызывают подъем инсулина. То есть, вы как бы едите, и опять вам же не говорят, слопайте 200 грамм орешков или полкило или мешок грецких орехов, которые вам попались, а еще лучше кешью или арахис из баночки. Ну нифига, вам говорят, насыпьте на ладошку 8 орешков, приготовьте их заранее. То есть, опять-таки, вы не переели. Может быть в этом секрет. После этого наступает время обеда. И на обед вам рекомендуют что-нибудь очень классное. 100 грамм мяса. Все понимают, да, что такое 100 грамм мяса? Вот так. Да? То есть, ну, все понимают. Те, кто не понимают, я вас очень хорошо понимаю. Заводим весы не с целью считать калории, а с целью понимать, что такое 100 грамм мяса, что такое 20 грамм масла, что такое столовая ложка оливкового масла. Опять, не с целью считать калории. А с целью осознавать, что и сколько вы едите. Если вы осознаете, да, что у вас было сначала 700 миллилитров борща, это неплохо. Это просто 700 миллилитров. Мы должны понимать, что мы его съели. А после этого у вас были макароны с котлетками, то это тоже 400 грамм макаронов и котлетки. И потом оказывается, что мы съели кило 200. Но опять, я не про то, чтобы вы ограничивали еду. Я про то, почему мы худеемся на этих замечательных диетах. А худеем мы потому, что вы едите 100 грамм мяса, овощи и 50-70 грамм крупы. Причем вам не разрешают взять любую крупу. Чаще всего вы берете гречку, иногда кинаа, иногда бугур. Но в топе идет гречка. И немножечко, опять-таки, салат из зеленых овощей. Я сама обожаю руккол с помидорками, черри, с луком. Если туда добавлено оливковое масло, конечно, это безумно вкусно. И главное, много. Вы поели? Да. Вы наелись от пуза? Конечно. Скажите, какой пункт здесь поднял ваш инсулин? Никакой. Наступает время очередного перекуса. Вы уже наелись? Я тоже наелась. Обратите внимание, что мы все время едим. И это та диета, благодаря которой вы худеете. И вам рекомендуют взять, ну, вы можете взять половину авокадо. Вы можете взять четверть грейпфрута. Опять вы улавливаете, да, дозировочки, сколько чего. Вы можете взять какой-нибудь салат и с радостью его съесть. Ну, опять, какой-нибудь подразумевается не оливье и селедка под шубой. А подразумевается какой-нибудь салат из свежих овощей, да. На крайняк даже греческий салат. Тоже очень вкусно. Поели и перекусили. Приходит время ужина. Вам говорят, возьмите 100 грамм запеченной рыбки с брокколи или со спаржей. Или возьмите курочку. Или возьмите еще что-нибудь. И просят, только не меняйте. И на ужин вы получаете чистый белок и немного углеводов, тех, которых я называю лично с отрицательным колоражем. Но, опять, здесь не в колораже дело, а в том, что брокколи практически не поднимает, опять-таки, ваш уровень инсулина. И вы за целый день, вы много съели, вы классно поели. Но инсулин у вас все время был под контролем. Вы не задумывались. У вас не было никаких, как обычно, под рукой 500 перекусов. Почему? Потому что вам человек сказал, вы за это заплатили. Это, кстати, ключевой очень фактор важный. И вы едите правильную еду. Помогают ли таким образом вот такие диеты людям? Да, помогают. Я считаю, что если вы неделю продержались и заметили, что вы не выпили литр молока вместе с кофе, что вы не слопали 500 пирожных, что вы не объедались виноградами, черешнями и всем остальным, я не против есть, ешьте. Мы будем разбирать, как слопать виноград и похудеть. Но если вы на этой диете примерно понимаете, что вы ели, те, кто прислушиваются к себе, они понимают, я за неделю ни разу не ел сладкое. А, как правило, эти диеты, они ши и месяц злятся, когда вам каждый раз новое меню. Кто-то говорит, а так можно готовить, и получается очень вкусно. У кого-то еще какие-то вещи возникают. И эти люди худеют и могут даже удерживать вес. Хотя на самом деле они просто перестали есть сладкое, мучное. Все то, что вам еще бабушка говорила, это была как бы прописная истина. Но те, кто сидели на диете с трудом, те, кто не могут сидеть на диетах, здравствуйте, это я. Я не могу сидеть на диетах, это про мое сопротивление. Мы говорим про психологическую составляющую здесь. То есть для многих людей диета – это ограничение. Для меня это ограничение моей свободы. Поэтому я на диете не сижу никогда. И очень многие вещи хочу сделать назло. Я, конечно, силой боли могу себя контролировать и делать по-другому. Но будет ли мне это просто? Нет, не будет. Поэтому для определенного количества людей эта диета сработает, для определенного количества людей не сработает. Кто-то похудел и оставит этот вес, кто-то похудел и вес наберет, кто-то уйдет с этой диеты на определенном этапе. И диета здесь будет ни при чем. Будет при чем ваша психология. Почему, как, что мы едим. Я надеюсь, вы сегодня разобрались. И прям сегодня кому надо, можете уже начинать питаться по такой схеме. Если вам надо прям питаться пять раз в день, то ешьте на здоровье. Мы будем рассматривать с вами обязательно в дальнейшем, и как воздействует интервальное голодание, и что происходит с нашим организмом, как это все влияет. Любой лишний килограмм, любая еда лишняя или полезная, я не знаю. Мы будем говорить про белки, про жиры, про углеводы, и про то, как правильно и рационально составить себе рацион. И нужна ли нам группа поддержки тогда, когда мы переходим на другое питание. Или вам будет достаточно вашей семьи, или вам обязательно нужны миллион девушек, которые имеют точно такую же проблему. Подписывайтесь на мой канал, обязательно поставьте мне лайк. С вами была Наталья Ключникова, я доктор и психотерапевт. Всем пока!